я артем страхов и собственно да сегодня мой доклад будет о том как по сути оптимизировать end-to-end тесты немножко про меня я какой инженер занимаюсь этим делом уже больше десяти лет я так прошу прощения наверно он на мьюти раз-два-три по отлично все да я к инженер занимаюсь этим уже больше десяти лет я работал в разных проектах от бэда до веб диск топа и даже успел немножко в data science проектах немножко поработать вот и ну и собственно как любой инженер я люблю находить какие-то оптимальные решения искать как бы сделать получше и прочее собственно мой сегодняшний доклад как раз вот делюсь собственным экспириенсом условно говоря ну вам наверно всем и знакомы эта картинка как раз вот предыдущий докладчик таня об этом тоже упоминала что end-to-end тестов мы обычно стараемся проект держать по минимуму по минимуму потому что они очень долго бегают они часто бывают нестабильные нам тяжело где бажить если они падают потому что между end-to-end тестом и кодом который спровоцировал какую-то проблему там долги длинный длинный путь вот но другой стороны это довольно важные тесты мы их зачастую не можем избавиться от них полностью все равно должны как-то делать потому что это единственные тесты которые позволяют нам проверить нашу именно бизнес логику то есть вот то что мы сонгра продаем делая наше приложение это тесты которые напрямую это проверяют как-то опосредован вот но мой доклад сегодня сфокусировал на другой штуки несмотря на то что у нас тестов может быть относительно там юнит тестов по минимуму но время на их поддержку даже вот там если у вас их очень-очень мало но время на поддержку все равно тратится очень много потому что ну что это сложные тесты обычно по круг тестирования тент построено много много слоев абстракции организации environment на ся или еще как-то и это все как бы просто отнимает много времени естественно почему и так происходит давайте посмотрим на примерчик допустим мы делаем какой-то интернет-магазин стандартные с продуктами пользователями корзиной и так далее и если бы мы писали под него n2n тест они бы выглядели ну где-то примерно вот так вот ну то есть это пример на герхине кукумбер не обязательно это кумбер он просто это тест виде примера то есть мы приводим пример что я например как пользователь залогинился и могу делать то 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 и как бы мы описываем просто ожидаемое поведение того что как бы перечисленных условий и у нас подобных тестов там может быть сотни тысяч и десятки тысяч зависимости от того насколько мы хотим много писать этих тестов и если посмотреть на этот тест то можно увидеть например что здесь упоминается некий покупатель то есть это уже говорит о том что у нас есть несколько типов пользователя в нашей системе или например продукт что за продукта и какие свойства этого продукта вот эта вся информация она внутри этого тест она отсутствует то есть она где-то возможно есть возможно мы там когда дизайн или этот тест мы думали о том как это работает и так далее возможно какие-то спецификации там еще какая-то документация но как бы в тесте она отсутствует то есть глядя на код теста мы не можем понять что из себя представляют эти объекты вот и когда мы начинаем когда у нас этих тестов становится много когда у нас продолжение растет вот этот вся дополнительный контекст вся эта информация она ну как бы она становится далеко тяжело доступна особенно если приходится работать например с кодом другой команды или еще как то то есть когда ты не можешь просто так вот в голове удержать все спецификации всю документацию которая была на проекте и что в итоге приводит вот если так это в общем случае на это посмотреть то для того чтобы поправить один вот такой вот тест нам нужно учесть как это изменение влияет на все остальные тесты которые у нас есть это конечно такой ворский ворский сценарио но по большому счету это говорит сравнимо с со сложностью n квадрат то есть нас растет количество тестов а сложность их поддержки у нас растет квадратично это количество то есть очень очень быстро мы придем к тому что будем тратить просто огромное количество времени на поддержку этих тестов вот вопрос что можно с этим делать и как как можно это с оптимизировать для этого есть давно разработанный и даже успешно применяемый подход называется property-based testing или property-based random testing как это работает все ну допустим если у нас есть пример из использования нашего приложения вместо того чтобы использовать какие-то конкретные значения ну как здесь показано мы берем мы используем случайные значения вот но использовал случайные значения нам нужно с чем-то сравнивать dokład в примере у нас был заявлен готовый ответа при случайных значения что у нас определяем значениях мы выводим какие-то универсальные свойства то есть мы сравнивать конкретными значениями а то что мы поведение нашего кода наша система, она соответствует каким-то там ожидаемым результатам. То есть здесь мы не только перешли от конкретных значений к случайным, тем самым просто расширили покрытие, но еще мы дополнительную информацию сюда привели. Мы рассказали о том, как наша система себя должна вести. То есть вот та самая информация, отсутствующая в тестах основной премьеры, она здесь проявляется. Вот. Ну, собственно, великолепно. Давайте вернемся к нашему примеру с магазином. Какие у нас здесь могут быть свойства? То есть какие у нас инварианты нашего магазина, которые мы могли бы проверить на случайных значениях? Давайте вернемся обратно к нашему примеру с куббером. Ну, здесь вот, как уже упоминал, есть какие-то пользователи, они, возможно, разные их типы, естественно, какие-то свойства продуктов и прочее. Это мы все, в принципе, мы это уже подумали в тот момент, когда мы этот тест писали. То есть мы где-то, скорее всего, у нас есть, мы занимались там дизайном этих тестов, у нас есть какая-то, может быть, более высокого уровня тестовая документация и прочее. Ну, то есть мы подумали перед тем, как написать этот тест. Мы не просто так же, не с потолка взяли. Вот. И идея как раз состоит в том, что вот то, что мы там подумали, обговорили, записали каким-то там неформальным языком, описать это все в явном формальном виде. Ну, то есть закодировать. И, собственно, в этом и состоит идея тестирования на основе модели. То есть мы переводим неформальные какие-то наши выводы и что-то, что мы там придумали в формальный вариант. Получаем модель тем самым. И, собственно, в нашем случае, как бы, наши бизнес-требования, это и есть наши свойства, которые мы хотим проверить. Ну, то есть вот, как бы, в случае с нашим магазином, у нас есть действия, которые мы можем выполнить. Мы хотим, чтобы наши пользователи выполнили. То есть, например, могли залогиниться, добавить продукты в корзину и так далее. Вот. И это же означает, что в нашей системе есть состояние, которое отслеживает изменения всего этого. И действия, которые пользователь производит с нашей системой, они связаны между собой через это самое состояние. То есть для того, чтобы пользователь мог добавить что-то, купить что-то, положить в свою корзину, этот продукт должен в магазине до этого появиться. То есть у нас должна быть функция, которую вот тут и кладет. То есть админ этого магазина должен продуктом создать, прежде чем мы сможем его купить. То есть, собственно, все, что нам нужно сделать, это убедиться, что для любого состояния, которое у нас возможно в нашем приложении, наши действия, они всегда выполняются, если они как бы соответствуют этим условиям. Все. И после этого можно сказать, что мы проверили нашу систему. Соответственно, как мы это все… Давайте пойдем подробнее к тому, как это можно кодировать. То есть, в общем случае, у нас есть некое действие, и оно является просто переходом нашей системы с состоянием из одного в другое. И у нас таких действий множество. Они просто меняют состояние системы. И если мы закодируем типы нашего состояния, которые требуются этим действиям для того, чтобы осуществить переход, и тип состояния, в котором наша система окажется, то после этого мы можем наши действия соединять в цепочке, то есть зная, какой за которым может работать. Дальше все, что нам остается сделать, это добавить проверки о том, что мы во время выполнения этого действия мы еще проверяем, что наша система реально соответствует нашей модели, то есть нашему представлению о том, что там должно происходить. То есть у нас здесь что происходит? У нас есть наша модель, она кодирует состояние системы, она у нас отслеживается, это, можно сказать, наш expected result. Вот, и у нас есть реальная система. И наше действие, которое говорит, что оно меняет систему из состояния А в состояние Б, оно одновременно проверяет, что наша система находится в состоянии А, прежде чем его передвинуть в состояние Б. Таким образом, набрав цепочку множества подобных действий, мы можем убедиться, что наша система работает, тем самым создав этот самый тест. Теперь второй немаловажный момент — это про случайные значения, о том, как мы их можем генерировать. Ну, во-первых, когда мы как бы брать случайные значения, то есть это не такой простой вопрос, если вот подумать о том, что вот взять случайные значения, если его взять просто вот абсолютно случайным, из там, не знаю, всего возможного множества значений, то как бы про него мало что можно сказать. Ну, то есть как бы мы когда тестируем, мы же цель своей тестирования ставим не просто проверить, что наша система, ну, то есть там наши тесты проходят, и там наш CI зеленый и так далее. Наша цель в тестировании убедиться в том, что работа системы соответствует нашему представлению, то есть это вот представление нужно какое-то иметь. И поэтому, соответственно, когда мы генерим случайные значения, нужно четко понимать, как мы это делаем, в каком диапазоне у нас генерятся, с какой вероятностью они у нас попадают в определенные значения и так далее. Вот. И в принципе все, что мы хотим, по большому счету, это чтобы у нас, если есть вот ограничение диапазона, то мы хотим, чтобы при наших запусках тестов у нас выпадали значения на всем диапазоне, чтобы у нас не случалось так, что у нас значения там в начале диапазона проявляются, а в конце там почти никогда не случаются. мы хотим, чтобы они были полностью и всегда проходили. Тогда можно будет говорить о системе, как о… Ну, то есть можно про них сказать, что да, мы вот тестируем в таком диапазоне, мы знаем это. И, собственно, для того, чтобы это сделать, нам нужно, исходя из количества тестов, которые мы запускаем, то есть количество тестовых сэмплов случайных значений нам нужно произвести, мы заранее выбираем это число, дальше делим этот диапазон на необходимое количество кусков, и внутри каждого выбираем по значению случайным образом. Тем самым мы при вот такой вот выборке получаем всегда уникальные значения, и если наш диапазон упорядочен, то мы и получаем упорядоченные значения. Мы еще хотим наш диапазон упорядоченным по одной простой причине, что когда мы запускаем большое количество тестов, нам интересно, чтобы они, например, находили какие-то проблемы как можно раньше, если они есть, вот, поэтому имеет смысл запускать тесты на каких-то данных, которые наиболее интересны с точки зрения тестирования, вот, там сначала, а потом другие данные, которые менее интересны, вот, если мы их упорядочим, то мы тем самым получаем то, что даже при большом количестве тестов у нас вероятность падения, или, во всяком случае, первые тесты у нас пойдут те, которые построены на наиболее интересном значении с точки зрения тестирования. Вот, собственно, это, в общем-то, то, как мы строим модель, это все, что я хотел про нее сказать. Сейчас хочу только добавить о том, как мы это можем кодировать именно в коде. Это не код на Ruby, это, можно сказать, такой псевдокод, который описывает о том, какое вот это вот состояние системы, как мы должны кодировать в наших действиях. То есть у нас вот есть состояние до и состояние после. То есть оно здесь указано как maybe as, то есть потому что наше действие может упасть, не пройти, то есть у нас может либо оно пройдет, либо как бы наш тест зафейлится, наша цепочка оборвется. Ну и как в реальной системе, обычно у нас вот эти действия, они скорее всего потребуют каким-нибудь параметром. Допустим, когда мы хотим купить продукт из списка продуктов, нам уже нужно сказать, какой именно продукт. Ну то есть мы как бы даже выбрав случайно, мы должны все равно нашему действию, то есть спускаясь ниже, или в UI указать, какой конкретно продукт купить через организацию UI-тестов, через Selenium, например, или через API вызов, нам параметры нужно передать. Поэтому, собственно, этот параметр, который мы генерируем случайным образом, он, во-первых, у нас будет зависеть от состояния системы, которое у нас было на этот момент. То есть, например, чтобы выбрать случайный продукт, нам нужно, чтобы случайно сгенерированная последовательность продуктов, которые находятся у нас в нашем магазине, нам ее как бы нужно сначала получить, то есть сгенерировать, а потом уже сгенерировать продукт, который мы хотим купить. Вот, отсюда появляется вот эта вот зависимость параметра от состояния системы изначально. Вот, и в принципе для того, чтобы построить нашу систему вот таких вот случайных тестов, нам этого достаточно. Единственное, только из-за того, что у нас вот эти вот значения случайные, которые мы генерим, они влияют на запуск теста, но какое финальное состояние, мы здесь посмотреть не можем. То есть, чтобы понять, какое следующее действие выполнить после этого, мы можем только запустив его. То есть, мы можем здесь делать склейку только динамически. Вот, и еще то, что я говорил вот в предыдущих слайдах про распределение случайных данных, такое монотонное, здесь его довольно, ну, то есть получить можно, но это получится громоздко, потому что нам придется на каждое действие хранить отдельное состояние вот генераторов этих случайных данных и так далее. Это может быть не очень удобно. Поэтому можно поступить таким вот образом и, по сути, закодировать наши параметры, то есть то, как они влияют на наши действия в выходном типе данных. То есть указать, какой именно тип выходных данных будет в зависимости от значения параметров, которые мы сгенерировали. В такой ситуации мы можем статически, не запуская наших реальных тестов, действий сгенерить состояние, в которое система перейдет, и тем самым случайным образом создать цепочку действий, которую мы можем запустить, не запуская их на самом деле. То есть просто сначала сгенерить, что мы хотим запустить, а потом уже это все запустить. Вот. Но здесь появляется ограничение. Тогда, если в предыдущем примере параметры могли быть, в принципе, произвольными какими-то, то здесь параметры должны быть закодированы обязательно в той же системе, как мы и кодируем состояние нашей системы. То есть они должны быть в тех же терминах определены. Вот. Ну и если посмотреть на это, то можно заметить, что в принципе параметры в этой ситуации, они несколько избыточные, мы их можем просто убрать. И получим просто состояние системы до и состояние системы после, которое зависит от того, какое оно у нас было входным. Вот. И как бы вычислить параметры, мы можем просто вычесть одно, один тип данных из других. Вот. И единственное, здесь возникает другая сложность о том, что когда у нас есть вот такое вот представление состояние системы до, состояние системы после, которое мы сгенерили как-то случайно, потом вот эти действия, которые приводят в это состояние системы, их нужно будет найти. И как бы вот этот поиск, это на самом деле не такая уж тривиальная задача. И она по сути в общем случае является NP-полной, но при конкретном подходе оно как бы в принципе вполне решаемо. Учитывая, что у нас этих действий, как правило, не такое уж большое количество, то мы это даже простым перебором можем вполне найти. Ну собственно, вот то, что наша цель доклада, вот она и получается. Мы имеем случайные данные, у нас есть какие-то действия, которые мы тоже генерим случайным образом. В итоге мы получаем синтезированные тесты. То есть мы их не пишем руками, мы просто получаем набор тестов, сгенерированный полностью компьютером. Ну если сравнить, как это выглядит по сравнению с тестами в ByExample, может показаться, что подход вот с моделью и прочим он намного сложнее. Ну то есть, прошу прощения. Ну вот написать просто примеры использования нашей системы и создать какую-то модель с зависимыми типами и так далее, это может казаться довольно сложным, но это только при первом взгляде, потому что мы здесь просто не участвуем тест-дизайн, который неявным образом заложен внутри наших тестов в любом случае. И если в случае тестов на основе примера у нас тест-дизайн остается за рамками, то есть он неявно присутствует, то в случае модели мы его записываем явно. Он у нас прямо вот в коде получается, издокументирован. И в итоге мы что здесь получаем? Как раз то самое, что для того, чтобы сделать апдейт этой системы, апдейт тестов, нам не нужно проходиться по большому количеству тестов, убеждаться, что они работают при изменении каких-то фич, мы просто в нашей модели что-то меняем. И поскольку наша модель построена как логическая система, мы даже не запуская тестов, ничего, поменяв что-то, мы сразу можем увидеть, если это что-то, оно не работает. То есть само построение этой модели и ее изменения, оно нам дает ответ на то, что наши, например, требования к нашей системе, они валидны вообще или нет? Или они логически вообще невозможны в нашей системе? То есть еще до написания кода можно уже проверить о том, что то, что мы собираемся сделать, оно вообще возможно или нет. Ну и, соответственно, еще в качестве приятного бонуса мы здесь получаем о том, что то, чего обычно очень сложно добиться в тестах на основе примера. Например, когда их становится много, и люди хотят как-то их уменьшить, например, когда мы делаем какое-то минимальное извинение в нашем коде, то как определить, какие тесты это аффектит, какие тесты это затронет? Опять же, информации отсутствует, мы не можем так просто. Мы должны как-то, например, накопить какими-то статистическими данными, какие тесты цепляются, оттуда смотреть и так далее. Все очень тоже сложно и муторно. В случае модели все очень просто. Мы, условно говоря, поменяли корзину пользователя, вот мы пошли в наше состояние, все, что зависит от корзины, все действия, которые у нас есть, мы их выбрали, мы их видим четко, мы их запустили и посмотрели, что они у нас работают. Все очень просто. Кроме того, обычно, когда у нас явные данные прописаны в наших тестах, нам бывает тяжело распараллелить эти тесты, то есть запустить их конкурентно, потому что они начинают пересекаться своими данными, и часто поэтому нам приходится, например, стартовать их либо, например, в транзациях напротив базы, либо делать ресеты этой базы. В случае же случайно сгенерированных данных полностью нам, мы можем как бы просто это не делать, мы можем засорять нашу базу данных сколько угодно нашими тестовыми данными, они у нас уникальные, мы это гарантируем, и поэтому мы можем запускать эти тесты в параллель совершенно спокойно, сколько нам хочется. И в частности намного проще, например, имитировать поведение нескольких пользователей одновременно. Ну и, собственно, как бы в этом все. Здесь, наверное, было бы очень прикольно сказать, что теперь вот можете пойти скачать замечательную библиотечку, которая вам все это делает, но, к сожалению, нет. Я такого вам сказать не могу. Во-первых, потому что вся вот эта работа в моем случае по большей части экспериментальная, несмотря на то, что многое, что я из этого рассказывал, уже было сделано, попроверено и прочее, но как бы вот готового кода, который можно скачать, поставить, оно еще не сформировалось. Так что это скорее encouragement к аудитории, потому что пробуйте, смотрите, как это работает. и опять же, здесь может быть вот этого подхода, в принципе, есть два диаметральных способа вот этой реализации. То, что я описывал, это по сути имплементация зависимых типов. И зависимые типы это определенная область компьютер-сайенс, и на зависимых типах построены системы по автоматической верификации программ, теоремпруверы и так далее. И можно идти с двух сторон. Можно пробовать реализовывать какие-то элементарные зависимые типы, например, в Руби, чтобы писать эти тесты. А можно наоборот взять какую-то готовую систему, например, КОК или АГДУ, и строить вот эту модель в ней. А потом из этих систем генерировать код на Руби, который, например, запускать. Потому что нам нужна с одной стороны модель, с другой стороны нам нужен код, который бы исполнял вот эту самую модель на нашей системе. И скорее всего она будет у нас с системой исполнения написана на том же языке, на котором у нас написано собственно наше приложение. Вот. Это собственно все по поводу моего доклада. Так что если есть вопросы, сейчас самое время их задать. Если есть вопросы, есть микрофон. А еще можно подойти всеми сюда и пообщаться прямо здесь. Если есть такое желание, может быть, тогда же получится более уютно.